Привет, красотка! И сегодня я хочу поделиться с тобой тем, что я понимаю под часом счастливой мамы, что это вообще такое, потому что в одном из предыдущих видео, а именно про мое утро, я рассказала о том, что у меня есть такой час, который я повторяю изо дня в день, и я его назвала часом счастливой мамы. И сегодня я хочу рассказать, что именно я делаю, из каких этапов состоит этот час, кому он нужен, потому что на самом деле он нужен не только мамам, а вообще я впервые, наверное, на канале, вот прям так снимаю видео конкретно о самопознании, саморазвитии, психологии, то есть это очень большая часть моей жизни, я скажу честно, я читаю книги об этом, я использую это в жизни, я общаюсь об этом с родственниками, друзьями, мне это безумно интересно. И таким видео, может быть, я начну целую рубрику или просто череду видео о том, что лично делаю я в сфере самопознания, саморазвития. Если вы подписаны на мой инстаграм, то частенько видите там какие-то отрывки из книг или советы от меня в рубрике вопрос-ответ, но вот на ютюбе прямо отдельное видео я впервые вот такое снимаю. Дайте мне знать, что вы об этом думаете, хочется вам таких больше видео. Начнем с того, что после родов, после родов, неутяжительная статистика у 90% женщин случается после родовой депрессии. Она имеет много причин на самом деле, много моментов по здоровью, каких-то эмоциональных, гормональных, но одной из основной причин после родовой депрессии у всех абсолютно является нехватка времени на себя и отсутствие ресурса на что-либо. Что я понимаю под ресурсом? Это жизненная энергия просто-напросто и когда у тебя нет жизненной энергии просто даже на саму себя, просто на то, чтобы жить, как ты можешь радоваться ребенку, мужу, там не знаю, семье, каким-то прекрасным таким событием, хотя, конечно же, так со стороны посмотришь, вроде бы все должно быть нормально, счастливая семья, только что родился ребенок и так далее, но слишком много происходит перемен за такой вот короткий срок, особенно если женщина заранее к этому не готовится и не понимает вообще, что ее ждет. В общем, я не буду вдаваться в подробности. Факт один, происходят очень сильные, очень глобальные, большие перемены. Женщина разрывается, если она к этому не готова, то она не понимает вообще, что происходит, почему она раньше могла вот это вот все делать, а сейчас у нее просто нет времени, просто 24 часов, ей не хватает, ей хотя бы вот сделать какие-то дела с ребенком, да, приготовить что-то дома и все, она уже готова спать. О какой работе, о каком чтении, о каких прогулках, о каких там приседаниях дома и чем-то еще вообще можно говорить. Это и есть нехватка ресурса, это и есть нехватка жизненной энергии и этот счастливый час, точнее час счастливой мамы я создала для себя, когда начала понимать, что я немного истощаюсь. Я сразу же решила это пресечь, потому что я тоже начала за собой замечать, что, конечно же, меньше стало времени, конечно же, на какие-то привычные дела, когда я раньше могла просто засесть за монтаж на 8 часов и все отстанете от меня, то сейчас у меня нет такой возможности. Я вынуждена постоянно отвлекаться, мало того, отвлекаться, я иногда весь день занята только ребенком, да, и какими-то бытовыми делами, что о работе, о новых идеях, о каком-то творчестве вообще нет речи, не может быть и речи. И я поняла, что мне необходим такой час, чтобы я с самого утра наполнялась и делала то, на что всегда якобы не хватает времени в течение дня и на что этого времени жалко, потому что ты думаешь, да я лучше там видео смонтирую, да, или что-то отдельное сделаю, нежели просто почитаю или нежели просто сделаю разминку. Хотя именно вот эти вещи более важные в перспективе, именно они приносят наполнение. У каждого они, конечно, свои, но я выделила для себя 6 пунктов, вроде бы, и ими я сегодня поделюсь. На самом деле, если так начинать супер задолго до этой ситуации, мою жизнь однажды перевернула книга «Магия утра», которая пришла ко мне вот прям в нужный момент. Это был тот момент, когда я жила не самой лучшей для себя жизни, как мне кажется, и я очень рада, что с того момента произошло много изменений в моей жизни. То есть, если раньше я непонятно как жила, у меня не было режима, я питалась какой-то мусорной пищей, я была постоянно недовольна жизнью, недовольна собой, мне не хватало времени, я не высыпалась. Много чего происходило не очень в моей жизни, и в нужный момент, как мне кажется, пришла ко мне книга, которая просто открыла мне глаза на то, что твое утро – это просто залог твоего каждого дня. А представляете, если каждое утро – залог каждого дня, то ты одним утром можешь просто изменить всю свою жизнь. Вот если так подумать глобально, то это действительно так. Если каждое утро влияет на каждый день, а день каждый день в целом повторяется, да, друг за другом, то ты одним своим утром, одним каким-то ритуалом можешь изменить всю свою жизнь. И в этой книге предлагались различные практики, такие как медитация. Для меня это вообще было что? Медитация? Я что, йог? Или я что, там какой-то монах, зачем мне медитировать? Пробежка, разминка с утра. Я тоже такая, что это последний раз делала в школе, и то на физкультуре, и то потому что надо. Чтение. Какое чтение? Я ненавижу читать. Ну, в общем, абсолютно две разные жизни были тогда, три года назад и сейчас. И когда я начала эту практику, когда я начала пробовать делать и видеть результаты на самой себе, насколько это сильно повышает мою энергию, насколько это сильно повышает моё настроение, и в целом вообще всё улучшается в моей жизни, я просто стала зависимой от этого, так сказать. Но с момента рождения Евы, честно скажу, изменилось тоже очень многое. И моё утро, например, вот это пропало. Я стала просыпаться не тогда, когда я ставлю себе будильник, да, а когда проснётся Ева. То есть на какой-то период времени я стала зависимой от своего ребёнка, и это вполне нормально, это происходит как бы, ну, всегда, когда ты разживаешь ребёнка. И я предпочла в течение дня, например, сделать, вот как я уже говорила, что-то более важное на данный момент, как мне кажется, например, снять видео там или что-то приготовить, написать сценарий. И на какие-то такие духовные вещи, духовные мои практики времени не стало. И именно в этот момент я поняла, что я начинаю истощаться. Это проявлялось просто в смене моего настроения, в том, что я была постоянно чем-то недовольна. У меня какие-то появились негативные мысли, негативные убеждения, и всё было больше и больше. Это мне не нравилось, то мне не нравилось. И я поняла, что с этим нужно что-то делать. Поняла, что это прямо пропорционально связано с тем, что у меня больше не стало в моей жизни на постоянной основе ни разминки, ни медитации, ни ещё кое-каких практик, о которых я расскажу позже. Как я уже сказала, я выделяю ровно час, и это прямо вот безоговорочный час. И желательно этот час прямо начинать, ну, почти с пробуждения. У меня 6 практик, которые я повторяю каждый день, и я ставлю прямо специально будильник на каждые 10 минут, чтобы не зависать, так сказать, в одной практике на более долгое время. Потому что это, конечно, классно, когда тебя затягивает чтение, но когда ты в итоге что-то другое не успел, у тебя появляется такое чувство, блин, надо там было продлить, а в итоге у меня не полноценный какой-то час, а я не успела. Вот это, короче говоря, лучше понемножечку, но каждый день, нежели вообще не делать. Или нежели один раз, но там в месяц. Поэтому я ставлю прямо будильник. И первое, с чего я начинаю, это практика утренних страниц. Не знаю, кто-нибудь слышал о таком? Проголосуйте здесь, слышали вы когда-нибудь или нет. Психологическая такая практика высвобождения своих мыслей, эмоций, вообще всего-всего, что творится у нас в голове, у нас в голове творится много чего на самом деле. Мы зачастую даже не управляем этим, не понимаем, о чем мы думаем в данный момент, что это за установки, что это за мысли. А это все формирует на самом деле нашу реальность, и на самом деле это очень важно. Я ставлю себе таймер 10 минут, и задача в том, чтобы просто писать все, что приходит тебе в голову. На самом деле эта практика очень полезна тем, что ты в течение дня в итоге намного более структурированно как-то мыслишь, потому что, как я еще раз повторяюсь, у нас очень много всегда разных мыслей, они зачастую все хаотичные, и ты примерно об одном и том же на самом деле думаешь, и одно и то же мусолишь. И вот стоит тебе только выписать на бумагу, и у тебя намного уже более упорядоченным становятся и мысли, и сознание, и тебе как-то более спокойно за все это. То есть ты пишешь вообще вот все, что тебе приходит в голову. Например, сейчас там 8 утра, я встала, у меня хорошее настроение, или там наоборот плохое настроение, потому что плохо спала. Не знаю, что прямо сейчас писать, но надо писать. Задача включиться в поток, когда ты не думаешь, о чем ты пишешь, а ты просто выносишь на бумагу свои мысли. Первое время может казаться сложно, трудно, странно вообще, о чем ты пишешь. И вот самое классное время для этой практики, это сразу после сна. Пока ты еще вот такой вот там не разгулялся, можно прямо в кровати, собственно, держать бумажку с ручкой, блокнот с ручкой, и прямо писать все, что тебе приходит в голову. Что тебе приснилось, что ты думаешь, ла-ла-ла. И вот такую вот разгрузку сильную сделать на 3 страницы. На самом деле это очень интересно даже потом перечитывать, что тебя волнует, что выходит на поверхность. И вот за эти же 10 минут, буквально там 3 минуты, я уделяю практике благодарности. Благодарность это безумно важная вещь в нашей жизни, и чем больше мы замечаем хорошего, тем больше нам вселенная этого хорошего и дарит. Благодарить можно хоть за что. Хоть за то, что ты просто жив-здоров, у тебя есть глаза, уши, и ты можешь прямо сейчас писать. За то, что солнце светит, за то, что весна пришла. Вот хоть за что. Это просто концентрация твоего внимания на том, что хорошо, что есть хорошо в твоей жизни. Потому что на самом деле зачастую мы думаем о том, что нам не хватает, что нам не нравится, чем мы недовольны, что нам хотелось бы изменить. Начинаем сравнивать себя с чем-то, с какими-то другими ситуациями. И это все, оно нас разрушает. Это не дает нам ни позитивной энергии, ни сил, ничего. Когда ты концентрируешь внимание на чем-то позитивном, когда ты думаешь о том, что тебе есть за что благодарить, это наполняет тебе силу, наполняет уверенности, благодарности сегодняшнему дню и в принципе наполняет смысл твой день, твою жизнь. Звенит в будильнике, я перехожу к медитации. К ней я приходила долго. И не сказать, что я прямо сейчас супер такой медитативный человек, что у меня идеально получается убрать мысли из головы. Но смысл медитации в том, чтобы действительно сконцентрироваться на отсутствии мыслей. Мне помогает в этом плане дыхание. Очень сильно помогает. Потому что без него это просто какой-то хаос в голове. И поверьте, если вы не пробовали и захотите попробовать первые раз 10, ну не думайте, что у вас что-то прямо сразу же идеально получится. Скорее всего, у вас будет одолевать поток хаотичных мыслей о том, что тебе нужно сейчас сделать, почему мысль вот эта пришла. А, мне же не надо думать. А, ну я думаю до сих пор. Так, что я не успела сделать? Интересно, утюг выключен? Сколько еще сидеть? Наверное, прошла минута, а сейчас две, да, может быть? В общем, эти мысли, они будут приходить. Это нормально, со временем должно быть все меньше и меньше. Мне вот безумно помогает настраиваться музыкой. Я включаю медитацию на ютубе, там 5 минут, 10 минут. Есть куча разных медитаций, просто ом-м-медитация, где ты просто под такой вот звук медитативный сидишь, расслабляешься. Но самое классное, что мне помогает больше всего, я это практикую хоть там в общественном транспорте, хоть когда мне надо просто успокоиться в течение дня, как-то взбодриться. Это чисто мое дыхание. Это глубокое дыхание через живот и грудную клетку. Дальше будильник, и у меня начинается разминка. Разминка 15 минут целых. Это может быть йога-растяжка. На самом деле я делаю все по настроению. Я не делаю так, что вот сегодня у меня комплекс, я должна от и до повторить. Каждый день я делаю что-то разное. Вот просто попытайтесь понять, что чувствовать свой организм куда важнее, чем сделать что-то по системе и по программе. Вот хотите 15 минут, чтобы наполниться, танцевать, вот какую-то музыку в наушниках, танцуйте. Если вас это настроит на хороший день, то почему нет? Может быть вам не нужно делать эти 15 приседаний, 10 отжиманий. Вот это вот все то, что нам постоянно говорят. Делайте то, что вам по душе хорошо. Вот мне безумно круто заходит йога, растяжка и что-то такое плавное. То есть сначала я делала тоже по ютубу. Ютуб это замечательная вещь. Ты просто убиваешь туда йога 15 минут, йога 20 минут. Для начинающего, для кого-то еще. Просто начинаешь повторять, а потом делаешь уже то, что ты чувствуешь то, что тебе хочется. Сейчас вот, когда все теплеет и теплеет, я наконец-то начала добавлять пробежку. И вообще в идеале для меня весь этот час проводить на улице. На улице пробежка, на улице разминка. И все эти моменты можно делать в парке, прямо у себя во дворе, на балконе. Вот в лучшем случае куда-то вот ближе к природе. Ну, так у меня вот лично хочется. Мне лично так хочется. Дальше у меня 10 минут чтения. Опять же, может показаться 10 минут мало. Нужно там читать минимум 30 минут или столько-то страниц. Лучше читать каждый день 10 минут, чем один раз в неделю, там полчаса, например. Здесь я именно уделяю время чтению, вот которому физическому чтению. Потому что книги, аудиокниги я слушаю во время пробежки, либо во время нанесения макияжа. Но это все не то. Самое мое любимое, это именно чтение физическое. Когда ты можешь подчеркивать цитаты, когда ты можешь их выписывать, когда ты вот вовлечен на 100%. Но у всех это по-разному. Для кого-то наоборот вот это скучно, они там засыпают, а когда аудиокнигу включают, это просто все сразу же включается, мозг запоминает нужную информацию. У всех по-разному. Знаете, самое главное, что я бы хотела выделить, я прямо себе это написала, это применять то, что ты читаешь. В последнее время становятся очень сильно популярны вот эти вот книги по психологии, по саморазвитию. Их все больше и больше, они примерно об одном и том же. И они очень сильно мотивируют людей на первое время. Почему все равно у 99% ничего особо от двигов каких-то не происходит в жизни? Потому что они ничего не пытаются применить. То есть они читают, они мотивируются, они типа классно получают вдохновение и все на этом. Они ничего не пытаются сразу же менять, сразу же практиковать. А именно в этом смысл, в этом ключ успеха на самом деле. Любой книге. Ну, конечно, я сейчас не говорю про фантастику или какие-нибудь там романы. Я вообще, если честно, такое не читаю. Мой любимый жанр это именно психология. И вот книги по самопознанию, саморазвитию, это прямо любовь. Кстати говоря, насчет чтения. Раньше-то я думала, что я никогда не буду читать, что я ненавижу читать. И вообще в школе, когда заставляли там определенное количество книг прочесть, это просто было самое на последний день оставленное. Это опять же почему? Потому что я читала то, что мне не нравилось. То, что я не хотела сама читать. То, что мне там сказали прочитать. Когда я нашла то, что мне интересно, когда я нашла тот жанр, который просто меня затягивает, меня можно не остановить, да? Я буду читать и читать будет интересно, меня будет не оторвать. Хочется мне так на каждом пункте подольше останавливаться, но идем дальше. И следующий пункт после звонка будильника это визуализация. Вообще о визуализации такой практики я узнала впервые из фильма «Секрет». Когда мне было, может, лет 13-14 я посмотрела этот фильм. И просто моя жизнь, мне кажется, разделилась на до и после. Я сидела и такая думала, что вот прям так можно? Но как будто бы внутри меня все время сидело осознание того, что мы не просто так вот созданы в жизни для того, чтобы делать то, что нам сказали делать. Ты станешь юристом, ты станешь тем-то. И никаких мечет в жизни нет. И вообще смысл жизни тогда в чем? И когда этот фильм посмотрела, он мне перевернул сознание. Но, если честно, он очень такой волшебный какой-то, сказочный. Вот я сейчас смотрю на те книги и те фильмы, на эту тему, которые издаются и выпускаются. Конечно же, сейчас намного больше подтвержденной информации, намного больше исследований про силы мысли, силы подсознания. А вот этот фильм, он такой прямо, знаете, из рода фантастики какой-то. Он прямо даже снят так. Но мне все равно очень зашло тогда. И именно в этом фильме говорилось о карте, о доске визуализации. Суть в том, что ты на доску приклеиваешь какие-то желанные вещи, желанные, не обязательно материальные. Короче говоря, твое будущее, каким ты его видишь, может быть, через год, через пять лет, что ты хотел бы получить. И ты с этой доской каждый день проводишь определенное количество времени и визуализируешь. Визуализируешь это означает, что ты представляешь себя таким, как будто у тебя уже это есть. Очень много исследований проведено и подтверждено, что наш мозг не отличает реальную жизнь от того, что мы представляем себе. Проводили прямо такие эксперименты, что человек думал о том, что он бежит, о том, что он там пробегает какую-то дистанцию, и у него выделяются те же самые гормоны, как у того человека, который пробегает эту дистанцию. Но просто это очень хорошая должна быть работа со своим мозгом. Ты не должен просто, ну да, я представила вроде бы, а прямо полностью кардинально погрузиться в этот процесс. Долго можно об этом действительно говорить. Лучше это вот почитать книги типа «Магии», «Утро», «Подсознание», может все. Может быть, справочку в описании оставлю. В общем, визуализация занимается тоже 10 минут. У нас есть общая карта, точнее общая доска. Это большая такая доска с Денисом, мы ее делали на день нашей свадьбы. У нас доска разделена на блоки, например, там материальная, да, куда входят дом, какие-то вещи, которые можно именно купить за деньги. Духовное наше развитие, семья, какие-то хобби интересные. А, у нас, кстати, отдельный раздел «Путешествия», потому что это прямо такой у нас, мне кажется, пунктик в жизни, что мы хотим и практикуем активное путешествие, путешествие с детьми. У нас отдельная прямо сторона нашей карты, там просто все в фотографиях разных стран или разных городов, разных мест, которые мы хотим посетить. Дальше играет будильник и начинается практика аффирмаций. Аффирмации – это такие позитивные установки, которые ты закладываешь в свое подсознание, чтобы потихоньку эти установки стали твоими убеждениями и твоя жизнь закрала новыми красками, если так можно очень кратко объяснить. На самом деле у нас у всех есть тысячи убеждений. Это и наши убеждения, и убеждения наших родителей, которые там нам когда-нибудь в 3 года, в 5 лет, в 7 лет вдолбили, сказали. Это могут быть какие-то цитаты из книг или из фильмов. И это становится нашей реальностью, потому что наши мысли напрямую проецируют нашу реальность. И это можно менять, с этим можно работать. Но это, конечно же, не так вот легко. Ты такой был обиженный весь мир, там, не знаю, тебе убедили, что ты некрасивый когда-нибудь или что у тебя ничего в жизни не получится. И ты постоянно это проецируешь каждый день. Ты сам этого не замечаешь, разумеется, ты это делаешь не специально. Так вот, аффирмации созданы для того, чтобы фактически лечиться от этих убеждений, настраивать себя на новые убеждения, на позитивные, на те, которые тебе будут помогать. Примерами позитивных аффирмаций в теме здоровья могут быть. Каждый день я становлюсь здоровее и счастливее. Мой организм способен самоисцеляться. Я чувствую силу и энергию каждый день. На любые сферы жизни, там, не знаю, на взаимоотношения с молодым человеком или с вашим мужем. Я люблю и уважаю всех вокруг, меня принимают, меня любят, я красивая, я люблю себя, я принимаю себя такой, какая есть. Но это должны быть не просто слова, это нужно прочувствовать, это нужно проживать, с этим нужно работать. Я себе записала на голосовое сообщение эти аффирмации уверенным голосом, то есть, ну, прям, это нужно потратить на это немножечко времени. И каждое утро я их слушаю, и поверьте, это дает очень хороший такой толчок, когда ты особенно погряз в каких-то своих негативных мыслях, думаешь совсем иначе, чем записано там у тебя в этих аффирмациях. Тоже можете покопаться в интернете об этом и узнать больше, глубже. Кстати говоря, когда я готовилась к родам, у меня было прямо отдельный список аффирмаций на роды, и это очень мне помогло. Очень много исследований тоже в этой сфере проведено, насколько мысли, насколько твои убеждения влияют на то, что происходит в твоем организме. То есть, ты напрямую этим можешь управлять. Опять же, это дело не одного дня и там одной практики. Это нужно работать, работать над этим, и рано или поздно действительно заметить изменения. Я настраивала себя на естественные роды, я настраивала себя на здоровые роды, на рождение здорового ребенка, на то, что я себя буду чувствовать хорошо, я буду помогать своей дочке и так далее. И, кстати, в самих родах я тоже использовала, я бы не сказала, что это были уже аффирмации, это было что-то наподобие гипнородов, когда ты полностью уходишь в себя и пытаешься разговаривать со своим организмом, чувствовать, что у тебя происходит, но в то же время направлять свою энергию именно на хороший исход событий. Мне безумно это помогло. Это все мои практики, их можно менять местами, можно туда добавлять что-то свое, можно оттуда что-то убирать, можно сделать только три практики, но в общем и целом это должны быть практики, которые вас наполняют, после которых вы чувствуете прилив энергии, после которых вы понимаете, что, блин, все классно, и вот я уделила время себе, я наполнилась и теперь могу там вершить дела, ну или просто идти мыть посуду или там с ребенком гулять, неважно. Суть в том, что вы уделили себе время, вы себя как бы погладили по голове, самое главное появляется гордость за себя, и вот почему вообще это нужно делать утром, ну не нужно, а желательно делать утром, потому что это дает толчок вот на весь день. Вот серьезно, у меня есть два сценария дня, когда я делаю этот час и когда его не делаю. И я намного более продуктивна еще во многих других делах, когда у меня есть вот этот вот настрой с утра, когда у меня есть этот час. Это как будто бы, знаете, постоянное подбадривание самой себя. Я постоянно думаю, ой, я такая молодец, там, я с утра уже вот это вот сделала, классно. И ты вырабатываешь еще больше энергии. То есть у тебя не становится меньше энергии, а у тебя становится ее больше. И больше всего мне нравится это делать именно утром еще потому, что мне безумно нравится ощущение, когда город спит, а я уже не сплю. Не важно, темно за окном, светло за окном. И еще один очень важный момент на эту тему. Когда у меня получалось так, что другие планы на день, например, мы куда-то в этот день едем или с утра прямо какая-то важная встреча, съемка, что-то еще. Я понимаю, что у меня выбывает этот час из моей жизни. Я сделала себе краткий вариант такого утра. И это обязательно нужно делать, потому что, когда выпадает этот час из твоей жизни, из твоей рутины, намного легче вообще прекратить это когда-либо делать, даже если тебе это приносит удовольствие. Ну, то есть наша психика так устроена, что если ты вчера позанимался, позавчера позанимался, есть вероятность намного больше, что ты завтра позанимаешься. А если ты вчера пропустил, сегодня уже пропустил, то и завтра, скорее всего, ты такой, уже все равно все потеряно. Поэтому, даже если у тебя нет времени на весь этот полноценный час, нужно иметь вариант буквально хотя бы 5 минут или 10 минут, когда ты сонастроишься с собой. Для меня с утра это очень важно. То есть ты не сразу же просыпаешься и идешь такой, да-да, идем кашу варить. А ты побыл немножко сам собой. Ты настроил себя на сегодняшний день, побыл со своими мыслями наедине. Это может быть просто медитация, это может быть чтение 1 минута, визуализация 1 минута, аффирмация 1 минута, утренние страницы 1 минута, разминка 1 минута. Там, не знаю, вот так повертеть, что-то там сделать, вытянуться, потянуться и уже хорошо. И это уже такое чувство, будто ты сегодня все равно молодец, ты сегодня не пропустил эту практику. Кстати, именно такой вариант предлагала книга «Магия утром». А, ну и, наверное, интересно услышать, какой исход событий после того, как я начала практиковать такой час. И это невероятно круто. Я безумно рада, что я к этому вернулась, на самом деле вернулась спустя где-то полгода после рождения Евы. Если ваш сосуд энергии будет пуст, как эту энергию можно давать ребенку, мужу, друзьям, родственникам, кому-то еще. Это очень было важным для меня осознанием, и я прямо рада, что к нему пришла. Я практикую этот час, и, повторяюсь, он не обязательно нужен мамам. У меня такой час, например, был, когда я была вообще и не беременна, и не мамой, но он у меня начинался в 5 утра. И тогда я тоже чувствовала безумно сильный прилив энергии именно после этого часа. И понимала, что, ой, как много времени еще впереди, а я уже вот это сделала, вот это сделала. И это прямо безумно мотивирует, вдохновляет тебя же самого. Как вам такая тема на моем канале? Хочется ли больше такого? Если да, то направьте меня немножечко, что, о чем примерно рассказать, чем поделиться. Наверное, на этом надо видео заканчивать, уже оно и так длинным получилось. Улыбайтесь чаще и любите себя. Помните, что вы самый главный человек у себя в жизни. И старайтесь сделать так, чтобы всегда ваш сосуд энергии был полон. Только тогда вы сможете наполнять и других. Я вас очень сильно люблю, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok